Добро пожаловать в Warface, братишка! Эй, братиш, чё случилось-то? Чё не так, а? Кэп, в Warface Абакан вели, как в Сталкере, понимаешь? Блин, брат, понимаю, ностальгия, да? Да я такого говна в жизни не видел! Добро пожаловать в Warface Абакан в Warface! Ну давай, ебутеньки, заплачь ещё раз! Чем же он тебе так не понравился, а? Не переживай, Капитан Очевидность! Сейчас, как положено, всё разложу по полочкам! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги! С вами Мортин, а также Капитан Очевидность! Здорово, братишки! Красавчик! Итак, друзья, ввели-таки нам легенду, которую, кстати, многие просили, не так, как АК-12 в своё время, но просили, хотели, жаждали, вожделели, так сказать! АН-94 Абакан, легенда игровой серии Сталкер, а в реальности прямой конкурент американским винтовкам по такому параметру, как точность! Ведь, как мы знаем, классически отечественное оружие отличается более высокой надёжностью, простотой в использовании, но при этом американское оружие превосходит отечественное наше оружие по точности! Так вот, в своё время АН-94 Абакан должен был совместить и то, и другое вместе, и в какой-то степени ему это даже удалось! Но не будем уходить в аналы истории, вернёмся к нашему оуарфейс! Итак, ввели нам этот самый Абаканчик, и должен сказать с визуальной точки зрения это, муа-а, персик! Красивый, сука, золотая версия, вообще шедевр, прямо муа-а, в третью ковку можно повесить! Ствол, как и положено, как в реале, подвижный, ходит туда-сюда. Кстати, за счёт именно такой технологии в том числе и достигается более высокая кучность стрельбы и более низкая отдача. Ствол красивый, сочный, звук мощный, нагибной. Не подкачали, кстати, друзья, здесь и ТТХ. Ну вы только взгляните, вроде как всё в нагибных, как положено стандартно. Темп, правда, наших разработчиков всегда как-то вот, какой-то вот темп, знаете, такой вот затормозившийся. Как пошли пушки новой эпохи, так всё они вот эти 620-630 темпа стрельбы никак не могут перепрыгнуть. Почему? Неужели не... Ладно, к этому позже вернёмся, ладно. Но, как вы видите, и скрытая ТТХ здесь тоже, сука, в целом в ажуре. Охрененные множители. 100% ваншот в голову, да и минималка, извините меня, не в тапки сырать вам. Ну, визуал нормальный, звук нормальный, ТТХ нормальный. Чё проблема, Рокутагин? А вот это-то самое интересное, друг мой. Дело в том, что ТТХ, понимаете, не самое главное, как ни странно. Да, ТТХ важны и скрыты, и важны, сука, и они многое определяют, но при этом, при этом, понимаете, у тебя в руках может быть товар СНР с новой отдачей, и как бы ТТХ уже не так важны. Вся жопа в отсечках, понимаете, в отсечках. Вот в чём проблема этой пушки. Скажи это Сигу МПХ. Хэп, успокойся ты своим Сигом МПХ. Ты видел, какие множители у Сига? Ты видел, какая отдача у его отсечек? Как и у Энфилда, например, в своё время. Отдачи толком нету. Всё летит классно, всё летит здорово, спанит легко. А вот у Абаканчика с этим огромные проблемы. Отдача чёткая, всё летит очень кучно, но проблема в том, что отдача очень сильно вверх при этом приподнимает, да при этом, друзья, множители здесь, извините меня, совсем не как у Сига МПХ. А в итоге что имеем? А в итоге имеем такую ситуацию, что если ты хочешь убить противника, друг мой, то стреляй ну только в голову. И не дай бог тебе промахнуть. А поскольку в нашей игре сейчас вообще с хедшотами как-то странно, поверьте мне, я человек, который по 90% в матче этих хедшотов делает сейчас. Какие-то, сука, необоснованные, странные нереги в голову. Ты стреляешь, ты видишь, ты навёлся в голову, но, судя по всему, пуля попадает в руку. И такая дентенция уже год, полтора, то или два, не знаю. В своё время Вася Васин говорил, что в зависимости от скинов, от снаряжения, ум, вроде как бойца, меняется стойка немного, с оружием меняется хитбокс. То есть, как бы перекрывает руки-голову, и поэтому хедшот теперь залетает часто хуже, нежели это было раньше. Сука, несправедливая херня. Но факт. Слышь ты, рукоблок, мышка-трахович, а ты не пробовал получше наводиться, а имчик потренить. Отдачу, в конце концов, контролить. Капитан, очевидность, я тебе умоляю. Лучше целиться, контролировать отдачу. Ты понимаешь, что стрелять с отсечками, отсечками вообще, стрелять отсечками в голову, это всегда было тяжело. Это было даже нелегко на Энфилде. К этому приходилось, я извиняюсь за подробности, за выражение, долго придрачиваться. И так и получилось. Ну, в денёк поиграл и нормально. Собака на мне тоже целый денёк играл, и я вам могу сказать, нихрена подобного. Всё равно выходит хуже, чем на Энфилде. Мало того, что надо постоянно классно наводиться, так тебе надо постоянно гасить эту отдачу. Она вроде как прямая, простая, но она при этом сильная. Для отсечек это сильная отдача. Я бы вообще сделал пушку без отдачи практически. То есть, да вообще, кое-как еле-еле приподнимает, и всё. И этого достаточно. Всё равно она не станет имбой. Там нету каких-то светъестественных множителей. Этой пушкой всё равно тяжелее стрелять, чем автоматом. Но это было бы годно. А так, извините меня. Мало того, что в голову часто не легает. Урон, сука, не всегда проходит нашей Энфилде. Так ещё и эта отдача. И, сука, приходится постоянно, мало того, что наводиться точно, как прямо снайперские выстрелы, прямо точно на головку, так ещё нажимать. Постоянно палец, сука, утруждается. И ещё и вниз отпускать эту дебильную отдачу. Не знаю, моя рука на такое, ну просто, наверное, не способна. Нам нужен дзюба. Не, ну и будешь, ты чё-то прям расстраивать меня начинаешь. Неужели он настолько плох? Капитан, очевидность, я не могу сказать, что он плох во всём. Внешний вид, в принципе, ТТХ, вот всё, он хорош. Его проблема как раз вот в этом сочетании отсечек с такой отдачей. Если бы он лупил, сука, в точку, очередь за очередью, с минимальным вот этим разбросом, с минимальной отдачей, с минимальным вот этим подпрыгиванием, это был бы годный ствол. Он не стал бы имбою, он не стал бы никогда в жизни, он не стал бы топ-1. Единственный вариант сделать его топ-1, это дать ему какие-нибудь множили, как у Сик МПХ, и опять же снизить отдачь. Тогда да, это будет как бы имбища очередная, но этого не требуется. А М-94 Абакан, это пушка, которая, как я понимаю, призвана просто вот для коллекции и для наслаждения, понимаете, вот прям побегать, чтобы с ней можно было гнуть на уровне, на уровне топ-доната лучшего, но она не дотягивает, она не дотягивает, и я считаю, что это, сука, срочно надо исправлять. Ну хотя бы уже введённым пушкам конкурент будет, там Калашеву-12, Хови, Брену. Ой, Капитан Очевидность, ты слишком, знаешь, вот честно, ты для Абакана слишком высоко замахнулся. АК-12, Брен, Хова. Друзья, я вам честно скажу, какой нахрен АК-12, какая Хова, серьёзно? А М-94 Абакан, вот в практическом применении, вот не так, что типа, а это скиллово, это круто, это мы всё знаем, это мы всё слышали, это всё прикольно как бы, да-да-да, можно и с дефолтом, но по факту, по факту, с этой пушкой ты будешь играть хуже, чем с любым другим донатом. Будешь хуже играть, если ты поиграешь там несколько дней с АК-12, привыкнешь к нему, будешь с ним катать, и несколько дней поиграешь с АН-94, ты с Калашом будешь намного лучше играть. Я вам более того скажу, если вы будете играть с АК-Альфа, который сейчас, ну, чуть ли не у каждого есть, его, блин, можно достать при желании вообще без проблем. Если, друзья, вы будете играть с VHS-2 из поставок, и то, наверное, у вас часто будет лучше получаться, нежели с Абаканом. Поэтому на сегодняшний день Абакан, ну, это совсем, совсем слабо, честно. Как думаешь, получится до разработчиков донести твои мысли, апнут они его или нет? Ой, Капитан Очевидность, сложно сказать, апнут они его, не апнут, но разработчики, ну, просто вот честно, ну, уберите отдачу. Вот, блин, да вы можете вообще в ноли ее убрать, но ничего не случится. С этими множителями даже, это будет крутая пушка, она будет классная, не надо бояться, что там кто-то на макрос ее посадит, да какая разница, ну, будет у нее темп, как у Калаша, плюс-минус примерно, все равно это будет не то, это не автоматика. Никогда ни одна пушка, которая стреляет отсечками в Варфейсе современном, не станет автоматом ни с одним макросом. Это, ну, сука, нереально, не бывает так. Не так мир сегодня устроен. Да, она может будет, как бы, более практичная, более удобной, т.д. и т.п., но отсечки есть отсечки, никакой макрос их на 100% никогда не пофиксит, а автомат есть, сука, автомат, точка. В целом могу сказать следующее. Дорогие подписчики и дорогие зрители, в таком виде, в котором сегодня нам представили АН-94, Абакан, он приятен. С ним, да, приятно побегать, послушать его звук, пострелять, но, честно, вы никогда не сможете с ним гнуть так, хотя бы как с АК-12, там, Хова и так далее. Да, наверное, Берета АРХ будет лучше, чем он. Это пушка чисто for fun. Она красивая, она приятная. С визуальной точки зрения, с точки зрения звука, анимации к ней нет претензий. Пушка явно с душой. Красивые анимации, классные, приятные. Красивые модули, классные прицелы, всё здорово. Но не стоит. Ха-ха-ха-ха, да. Поэтому сэкономьте свои деньги. Либо дождитесь, когда разработчики её апнут. А вам, разработчики, хочу сказать именно это. Пушку надо апнуть. Потому что в таком виде, я вот захожу на ПТС, я играю с ребятами, и в основном, да никак, не в основном, а все, все, кого я встречал, все говорят одно. Абакан, говно. Вот, такие дела. Так что чисто for fun, чисто для коллекции, в таком виде ничего интересного. Объективно. Кстати, если данное видео вам понравилось, я не разработчикам, вам-то понятно, что как бы оно понравилось по-особенному. Кто-то сомневается, сука. Ну, если понравилось, ну, ну, мужики. Ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйти-чешите. Обязательно без этого, сука, просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok